Могут служить доброе дело. Манзяк рассказал, какие сахарозаменители безопасны. Сахарозаменители, представленные на украинском рынке, одобрены разными организациями, которые занимаются питанием и прошли ряд испытаний. В общем, такие продукты не вредны и являются безопасными для здорового человека. Об этом в эксклюзивном комментарии, видео новости Украина рассказал профессиональный фитнес-тренер Виктор Манзяк. Что известно о сахарозаменителях? Эксперт назвал сахарозаменители, которые можно употреблять. К ним относятся сукралоза, аспартам, стевия. Иногда их даже выгодно употреблять, потому что они дают сладкий вкус и не содержат калорий, сообщил Виктор. Экспериментальные данные показывают, что люди, употребляющие сахарозаменители, потребляют меньше калорий, потому что они заменяют напитками на сахарозаменителях обычные напитки, основе которых сахара-энеи. При грамотном использовании сахарозаменители могут служить доброе дело человеку, который следит за весом и хочет не превышать суточную калорийность, резюмировал фитнес-тренер Пон Ти. Для справки, сахарозаменители представляют собой разнообразные химические вещества, которые добавляются в пищу или напитки для подслащения их без использования сахара. Вот некоторые из наиболее известных и безопасных сахарозаменителей. Сукролоза, этот заменитель сахара является одним из популярнейших и изученных. Он не имеет калорий и не влияет на уровень сахара в крови. Аспартом используется во многих продуктах без сахара. Однако он не рекомендуется для людей с фенилкетонурией редкой генетической болезнью. Сахарин, этот сахарозаменитель, также без калорий и имеет достаточно длинную историю использования. Исследования показывают, что он безопасен для потребления. Цикломаты используются во многих странах, но в некоторых местах их использование ограничено или запрещено из-за сомнений в безопасности. Стевиозит стевия Экстракт из листьев стевии, который имеет природное происхождение и используется как натуральный сахарозаменитель. До этого Виктор Манзяк рассказал, какое смесо нужно есть, чтобы худеть. А также узнаете, можно ли похудеть без тренировок. Этот материал предназначен для общеобразовательных целей, и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. Видеоновости Украинани несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.